Продолжение следует... 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 А когда первая мировая война была намного круче, вот весь мир считает, кроме стран бывшего СССР, весь мир считается во всем мире, что первая мировая война была намного круче, чем вторая. Вы слышали об этом? Она называется Grand War, иначе. Честно говоря, не слышали. Химическое оружие 4. 4 балла. Это первая мировая война? Да, у первой мировой войны. Впервые появилось в первой мировой войне принципиально новый вид вооружения. Еще раз. Танки 1, самолеты 2, подводные лодки 3, химическое оружие 4. 4 балла. У второй мировой войны только появилось, если условно считать, применение ядерного оружия в Японии, США еще во второй мировой войне, предпоследние недели или дни. То плюс ядерное оружие, плюс реактивная артиллерия, это полбалла можно начислить, минус химическое оружие. Химическое оружие во второй мировой войне не применялось. Соответственно, США остается полтора балла против четырех баллов у первой мировой войны. Вот поэтому она считается более великой, первая мировая война, именно с точки зрения военного прогресса. Ну, я не спорю, может быть и так. Нет, ну, просто вам к сведению. Вы хорошо знаете историю, я вам подкинул полезный факт, чтобы вы тоже знали это еще. Если бы я не знал историю, я бы не начинал этот диалог, понимаете? Ну, ясно. Ну, я вам... Ну, я так вижу, нам с вами мало о чем будет поразговаривать, поэтому... Я вам сообщил этот факт, именно, чтобы вы... дополнительно, чтобы вы знали, именно потому, что вы неплохо знаете историю. А как вы думаете... Нет, ну, давайте его... Выходите, как... Тут кто на кого напал ключевый факт, смотри. Ну, тут у нас с вами особых нет противоречий. Вы какие... Хотите, чтобы контент собрать, давайте по противоречиям поговорим. Вы по национальности, наверное, украинец или нет? Украинец, да. Ну, когда был впервые официально проразглашен ваша национальность или по-современному этнос, а на момент проразглашения это называлось народность. Впервые, когда был, официально появился документ. То есть, военно, наверное, можно сказать в 1917 году. Нет, раньше. Нет, вообще в 1918-м, если... В 1900... Это на территории Российской империи. А вообще в мире появился впервые ваш этнос в 1910 году, по переписи в Австро-Венгрии. Когда в предыдущих переписях у них эта национальность называлась Голицынер, а впервые они написали Украинер. Заменили Голицынер на Украинер. И вот 10-й год именно дата официального проразглашения вашего этноса в мире. А в Российской империи, да, в 1918-м году... Впервые украинцы, как Украина вообще, как известно, назвал Богдан Хмельницкий, поэтому... Чего Богдан Хмельницкий? Ну, впервые назвал людей, которые проживали на Руси, впервые, как известно, назвал... Ну, чуть... Нет, ну, впервые назвал Баблан, карта Баблана, 1648-й год. За 6 лет до того, как это вот известный трансфер Богдана Хмельницкий произошел из Речи Посполитой. А карта Баблана, 1648-й год. Он назвал территорию... Карта Багдада? Карта Баблана, это конек ваших вот украинских патриотов. Я с ним согласен, кстати говоря. Карта Баблана впервые появилась в термин Украина для обозначения конкретной территории. Впервые. 1648-й год. Никогда не слышал. Но официально, конечно, Украина, если считать уже о гастровском суверенитете, вообще заявила, когда и вы примерно. Вы там на месяц раньше, ну, точнее, российская... Нет, почему? Вы УНР заявила в 18-м году. УНР, но после этого, как известно, российская СССР ее оккупировала. Ну, понятно. Если вы сейчас проиграете войну, вас оккупируют страны с Запада, Польши, с Востока, Россия, теоретически, я считаю, что Украина останется в районе, там, центральной Украины, но теоретически, если Украина исчезнет, да, такое... Не, ну, понимаете, если Запад какую территорию заберет, то сначала должны прямые претензии на эти территории. А претензии есть, у них Сталин забрал в 39-м году. Сталин забрал в 39-м году. Да, что вы не знаете, что Сталин забрал... Так, забрал, но сейчас-то почему-то Польша с какого-то... Даже ПНР не предъявляла свои... А ПНР не предъявляла, потому что она была в советском блоке. А сейчас в Польше уже начинается движуха. Сейчас она не предъявляет. Нет, ну, я... Мы не будем это спорить, потому что вы, может сказать, что вам виднее, потому что вы ближе. У меня есть другая информация, я вообще живу в польском районе, между прочим. И знаю настроение поляков, местных, по крайней мере. Ну, ладно, это не суть. Суть в том, что мы говорим гипотетически. Допустим, это маловероятно. Но гипотетически, если вот Украина не станет, мы же не можем говорить, что Украины не было. Она была как государство суверенное с 1991 по, там, какой-то год, там, тысяча-две, там... Нет, ну, пока что она есть, поэтому говорит, что была, понимаете, не очень... Нет, я же говорю, как бы из будущего. Мы берем этот, значит, вариант, ну, я согласен, что он... Так, из будущего, а кто знает, может, в будущем и России не будет, понимаете? Ну, может быть, я... Украина знает, а Украина не будет. Может быть, Украина не будет. Ну, хорошо, если вам мешает... Может быть, Китай не будет, Россия, Украина будет. Ну, хорошо, хорошо, вот, берем более абстрактные. Существует государство A, да? Вот только оно прекращается существование, поглощается государством B. Но оно существовало какое-то время, государство A. Это не значит, что мы должны про это забыть. Нет, история должна помнить, что такое государство было... Понимаете, я просто не люблю, когда вангуют, понимаете? Я просто не люблю, когда вангуют. Хорошо, и давайте по прошлому. История помнит и Османскую империю, и Австро-Венгерскую империю, те государства, которые прекратили свое существование. А вы говорите, что как-то забудут. Никто ничего не забудет. Ну, так вы посмотрите на Австро-Венгрию, и посмотрите на Германскую империю, на Российскую империю, посмотрите на Украину. Ну, посмотрел, и что? все в европе есть общие есть разные ну хорошо ну ладно я вы вижу вы это самое немножко собрали я вам подбросил я вам специально чтобы вам контент сделать немножко конфронтации подбавил так принципе вас то оставляйте приятное впечатление вы тогда дайте это самое свой канал я подпишусь вы знаете я не я не блогер если он так честно говоря ну жаль а у вас есть данные ну хорошо спасена не буду не буду не буду с вами дальше пойду по делам по своим да счастливо всех зависит у вас есть интересный вопрос поближе микрофон ну я на какие темы вы хотела беседа обозначить темы на которые вы готовы беседу по политике поговорить два политики я политики не не моя тема но могу беседовать задавайте вопросы полить что вас интересует какой ситуации много в мире ситуации новую управление ну как в украине негативно отношусь украина это гнойная отрыжка коммунистического режима вы согласны стоят за данной концепцией линия значит а грубовато ну грубовато можно просто сказать отрыжка коммунистического режима или осколок еще какие-нибудь вопросы вы что-то от этого не меняется нет его нет ни в сша канаде канаде манера у вас общения ну да да блин блин близкий до менталитет а вы из ростова да я и намного позже девяносто первого года уехал в пятом году я уехал в харьков в харькове жил а вот по истории чё вы знаете например я разговариваю с украинцами по истории они говорят что но по истории я много много знаю задавайте вопрос я отвечу по истории что россия это татаро-монголы у них украинских князья есть ну понятно что да понятно что будущее россии территория будущей россии какое-то время была под золотой ордой это в общем-то и мы в школе изучали если и делать это так сказать тенденциозно то поскольку был такой период они на это ссылаются тут ничего такого особенно нет но это все наше сказать что а вот да все наше сказать что украина была под польшей там это что же факт но это ранее украина была а вот вот например киевская руси украина можно предупреждать нет сходство только часть территории совпадает во первых авторах киевской руси не было такого государства была просто русь неблагозвучная прилагательная киевская это продукт конца 19 века но украина это австро-венгерское образование ну как вам сказать австро-венгерское образование галиция а украина это как раз московское царство назвала алексей михалыч в под полякова когда трансфер произошел в 1654 году вот этот когда этот хмельницкий пришел в московское царство проситься под защиту от поляков они назывались под поляками маргиналий если пару там по поиске немножко по-другому там шикачими трудно выговариваем но если в русской адаптации называется маргиналами маргиналий а жители назывались маргиналами а украина это уже чисто московское название этим можно их как раз троллить а слова окраина назвали их украина потому что не только они были украиной была еще там потом дальневосточная украина и так далее то есть у как малоруссия до малоруссия тоже продукт империи так екатерина назвала малоруссия а вот малоруссия это это не географическое понятие а облеги географической административной то есть совокупность областей называлась малоруссии а украина это чисто географическое понятие было как урал или сибирь то есть урал сибирь уже не вот урал допустим он границы урала географическая они же не полностью соответствуют границам областей в россии там что и хотя и свердловской угерху заканчивается заканчив哈哈哈 урал нет урал где-то заканчивается он так разбиты на границы но заканчивается он отнюдь не по границам областей там туманской алистриновской ах украина была географическое понятие вот но она более конкретная была она охватывала полностью или частично 6 областей 6 губерний тогдашний а как геополитическое да вы спрашиваете вопрос а запрошкин казаки относится время просто украина но они относятся территориально они как говорится жили и действовали на территории которые впоследствии стала украины ну да 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 впоследствии большевики когда разделили три единый народ были был три единый народ названием русские были великороссы которые потом стали русские были малоросы которых большевики сделали украинцами и белорусы белорусы поэтому да собственно как на как украина это было только для обозначения территории а не было для обозначения не народу населяющий вот не тем более этноса и народности это все стало при большевика ну пока не менее на территорию российской империи а вообще впервые этнос украинцы впервые народность украинцы появился чуть поранее в 1910 году тогда в переписи австро вен в переписи австро венгрии они впервые заменили слова когда в переписи народности там были да они слова галицынер заменили на украине австрияки в 1910 году вот впервые это вот можно считать годом рождения украинского этноса в австро венгрии ну вот вы правильно сказали а зачем большевики сделали украину белоруси ну потому что большевики и ленин ленина особенно троцкий были русофобами это во первых авторах не задал что они не хотят и но продолжайте мысль но вряд ли потому что белое движение они по-любому были враги до белое движение было за россию они были за мировой коммунизм большевики и в общем-то для них это и украина белоруссия и россии ничего не стоили они были одержимы по победой мирового коммунизма и рассчитывали на нее так вот чтобы не было сопротивление потому что делает аж русский а надо разовинить русские ну так белом ну понятно понятно но они же могли когда белые проиграли они же могли это дело обра в обратку пустить однако же не пустили так и оставили украину и белоруссию и при даже даже государство создали с ссср с этими республиками но она имеет вот эту мысль хоть какую-то логику но имеет имеет да вы я вижу такой человек аналитичный заходи беседу всех благ вам их в общем-то всех и назвали русские потому что это глагол русский это какой-то чей отвечает в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо они же передали в 1922 году в Воронежской области а в 22 году Ильевская область где была в Австро-Венгрии уровень интеллекта у Миколы Рушницы на самом деле это Геннадий Хазан по-моему так его фамилия это уровень интеллекта креветки из Озовского моря хороший а вы не знаете здесь на городе 60 километров от кордона с Польщей ага как вы думаете какая это может быть область сумская область мы живем с Польщей не смеетесь в том числе семян по выведем за родную Россию как гуси их рассеют тяжела будет и в том числе семья это власть в Харьковской области четвертая и сильная но которые позволим никому учитывать жизнь я верю вас в Харьковской области не будет ни Донецкой ни Гволской власти будет только Харьковской власть будет только Харьковская власть Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть простойный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева 480 километров, а до границы с Россией 40. Давай, ситрона огромная. Давай, нагмерный бой. Ты нашей искренней силой днёмною, зараншевой чумой.